Золотой Человек Внимательно слушают, когда страшно, крепко держат за руку В нашей стране тоже есть подобная организация Благотворительный фонд «Доктор Клоун» Волонтеры которого работают в 13 клиниках России В том числе и в российской детской клинической больнице У всех клоунов здесь удивительные имена Звяк, Фасолька, Пупоня, Коша и Ириска А нашу героиню зовут Доктор Ёлка Еще год назад студентка Российского университета дружбы народов Алена Алехина Ходила на лекции, сдавала зачеты и ничего не знала о лечебной клоунаде Пока совершенно случайно не получила письмо от шестилетней девочки Вот такими словами Дорогой клоун, приходи ко мне, пожалуйста, на день рождения Я тебя очень жду И картинка клоуна В этой картинке клоуна я узнала одного из своего друзей Который в принципе не клоун, но он очень на него похож На такие смешные распрепные волосы И вообще очень смешной И просила его помочь с этим В общем, накануне я судорожно учила какие-то фокусы С йодом и что-то еще выискивала в интернете Писала какие-то нелепые сценарии Так мы сделали первый выход Собрали какие-то костюмы, у кого что было Но зато вложили всю свою душу После этого выступления Алену стали приглашать в гости снова и снова Потом в одном из больничных коридоров Она встретила еще одного такого же весельчака С красным поролоновым носом И узнала о существовании целой школы доктора клоуна Куда как раз набирали волонтеров Начинался весенний-летний семинар Алена записалась на эти занятия И стала изучать не только актерское мастерство И элементы клоунады Но и детскую психологию А еще санитарные нормы Без этих знаний работать в больнице с малышами Конечно нельзя Мы стираем костюм после каждого выхода Протираем ботинки Перед входом в каждое отделение Мы брызгаем спиртом И руки В основном потому, что мы часто трогаем детей За ручки, здороваемся с ними И ботинки Алене всего 23 Вспоминая сейчас свой первый поход в больницу Она признается Было тяжело Но бросить это дело Помня о том, сколько детей ее ждут Оказалось еще тяжелее Так что раз или два в неделю На пороге различных клиник Появляется клоун небольшого роста В гриме И всегда с улыбкой до ушей Такое правило А волшебные слова знаешь какие-нибудь Ляськи, масяськи Знаешь Дунь сюда вот так Дунь просто вот сюда О, молодец О, вот это дунуло Ну ты даешь Как ты так нарисовала Слушай, только они какие-то скучные Давай их разукрасим Давай А то давай от носика красненький цвет возьмем Возьми у мамы серый цвет Вот так с юбки Вот сюда положи Вот так Оп И сюда Дуй О, вот это да Основное наше правило Это общаться с этими детьми Как со здоровыми Относиться к ним так же, как к здоровым Никогда не жалеть Потому что тогда мы будем не клоуны Не смешными клоунами Конечно, нужно не забывать Про то, в каких условиях они находятся В расстоянии их здоровья С точки зрения медицинского работника Это правильная терапия вообще, да? Очень правильная Потому что положительные эмоции для детей Это самое главное И они лучше выздоравливают Примерив однажды клоунский нос Алена приняла и клоунский кодекс Она хранит медицинскую тайну Она следит за тем, чтобы дети не носились по коридорам И не провоцирует их на безудержное веселье Ведь многие маленькие пациенты ходят с переносной капельницей Кстати, в палату артистов в белых халатах пускают нечасто В цирковую арену они обычно превращают в холлы больничных отделений Где малыши с огромным нетерпением ждут очередное представление от клоуна-елки и ее напарника Как правило, мы сами не знаем, что сейчас будем, заходя в отделение Я знаю своего партнера Мы иногда договариваемся, кого мы будем играть Классический прием В клоунаде это красный и белый клоун Обладает характером Либо он чего-то боится, либо он стесняется Либо он не может сидеть на месте Либо он очень устал Ну какой-то яркий очень Потому что это красный И белый его начальник Который пытается быть серьезным Которым должно все получаться У него не обязательно это получается Вот, и на этом строится зачастую вся импровизация Но больше всего дети ждут, конечно, интерактивного общения с клоунами Впрочем, как призналась Алена Порой мамы с папами бывают воодушевлены появлением циркачей Чуть ли не больше, чем сами дети Конечно, мамы хорошо реагируют Они рады, что к их детям пришли клоун Они нас зовут, встречают в коридоре Говорят, пожалуйста, приходите И мамы включаются часто в нашу игру И мы стараемся включать Их заставляем танцевать С нами петь, плясать Потому что детям это очень смешно Каждую такую встречу доктор Ёлка готовит за годя Ведь продезинфицировать клоунский наряд Это полдела Еще нужно договориться с больницей Убедить профессиональных медиков В эффективности такой терапии Наша героиня и это успевает Как же все-таки заряжает общение с ярким, энергичным, позитивным человеком Но Алена не только красавица, комсомолка, активистка Она еще спортсменка Да еще какая спортсменка Профессиональная сноубордистка Алена Алехина чемпионка России по бигейру Это прыжки с трамплина с выполнением различных трюков Сейчас она готовится к Олимпийским играм в Сочи Кстати, коллеги по команде не знают, чем занимается Алена в другой жизни И какие горы сворачивает в перерывах между тренировками Когда я надеваю нос, приклеиваю нос и надеваю колонские ботинки Я уже не Алена Алехина, я елка И все, Алены Алехиной уже нет Прячу свои эмоции за грим часто И стараюсь не прикипать кому-то конкретно Но я люблю их всех Но, конечно, мы же не роботы все-таки А всего лишь клоуны И каких-то детей я особенно выделяю Но единственное, я, конечно, стараюсь не узнавать их диагноз Потому что это очень тяжело Хочу просто верить, что все у них будет хорошо Когда вы плачете, это значит, что вы думаете о себе, а не о них Им не нужны ваши слезы, им нужна ваша радость и смех Я готова Здравствуй, елка Здравствуйте Ты признаешься золотым человеком Позвольте опоздравить Ура! 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 Золотой человек С Алексеем Лысенковым На Авторадио